Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот еще один видео-ответ на вопрос Надежды. Она попросила рассказать, как мы... Ну, я заикнула, что делаем полив ленточный. Попросила рассказать, как мы делаем, какой у нас полив, принцип полива. Но так как мы живем в таком городе, в очень маленьком, провинциальном, у нас нет выбора поливов, это только надо где-то заранее выписывать. У нас всего было в магазине два варианта, два ассортимента. И вот мы купили оба два, и оба два нам не понравились. Сейчас расскажу, почему. Вот он идет, но у него дырочки через 30 сантиметров. Вот простая лента такая, через 30 сантиметров. Но у меня даже вот эти низкоруслые томаты, вот такие, как Настенька, Демидов, они у меня посажены на 35-40 сантиметров. И дырки с моими лунками не совпадают. Сейчас я дальше пройду, где там обрезок, я вам покажу. Если бы мы посадили здесь перцы, и под этот полив, но я не знала, что он у меня будет, под этот полив сделала бы лунки через 30 сантиметров, то подошло бы, возможно, хорошо. Но так как у меня здесь томаты, и они высажены на более, как сказать, но у них больше расстояния, чем 30 сантиметров. Вот эта лента вот такая, и вот у них вот дырочка, вот дырочка. И у нас получается, что вода льется не туда, куда надо. Вот мы ее разложили. Вот одну дырку, если я положу к томатику, то вторая дырка, видите, она начинается раньше, а следующая получается вообще между лунками. И вот я не знаю, я сижу, я мужу говорю, то ли заклеить вот эти лишние дырки, или что-то сделать. Ну, пока что у нас этот полив не действует. Поливала вчера ведрами, носила, вот высаживала, все поливаем ведрами пока что. Неудобный он вот такой, какой-то другой, не можем ничего придумать. Мы никогда, я никогда в жизни даже не думала, что буду делать в теплице себе полив, потому что, как считалось, ой, да здоровье есть, так воды принесем. Вон шланг, я всегда шлангом поливаю, шлангом из водопровода, холодной водой. Закаляем с самого детства их сразу, только высаживаем, сразу начинаем поливать. Даже вот этот вот капельный полив, это все равно все идет из шланга, из водопровода. Теплота воды нисколько не меняется. Вот он у нас подходит, тут подсоединяется. И на улице, на улице стоит бочка, в которую мы с водопровода наливаем воду, и хотели сюда пускать. Но пока он у нас не работает, и если кто-то хочет купить вот такой вот полив, дырочки, где через 30 сантиметров, я не знаю, как он действует, но нам вот он не подошел. Я хотела вот так проложить, чтобы каждая капелька в луночку падала. Ничего не получилось. Так что, Надежда, у меня пока капельного полива нет, просто лежат трубки. Мы один раз их включили, они налились не там, где нужно, мне не понравилось, и я ведрами снова полила в лунке там, где нужно. Вот этот вот, вы мне попросили объяснить, как он у нас действует. Он действует у нас не так, как нужно, и поэтому мы его не включаем. Поэтому при выборе капельного полива нужно все-таки... Я не знала, какие должны быть у него характеристики, как он вообще работает. У нас ни у соседей, ни у кого нет, у нас вообще не распространено это капельный полив. И поэтому мы купили наобум, и, наверное, он нам не пригодится. Все, до свидания. Поливаем пока ведрами, и вам советую. Продолжение следует...